вот у нас тут надпись при входе кошек кормить надо первым делом я вот здесь захожу всегда захожу как труба это твоя рука уже закрыла да я полностью закрываю потому что Михаил Петрович затопляет а вечером одному идти я уже не хожу а все уже считаю наключено вот дальше я кормлю кошек господи благослови мир дома сего с миром прямо вот как я тут делаю сюда я их не выпускаю веду предохранение чтобы они не выскочили я все закрываю ни разу не выскочили дальше мне надо открыть там смотрю чтобы всегда была включена не выключал свет не считаю только на воскресной записи не такая вот большая цена там лампа небольшая вот я издаю специальные звуки такие чтобы они это они все сидят тут рядом чтобы не выскочили вот они меня ждут вот я начинаю путешествие туда какое так смотри как я делаю мне главное чтобы не выпустить их теперь вот здесь нашел приступок вот ставлю здесь вот а теперь теперь на голову себе кладу вот эту вот вот так вот на голове держу и маленько сбегаю голову потихонечку и туда ты можешь оттуда приподнять чтобы только их не выпустить вот сюда вот зайди сядь посмотри как я тут без тебя конечно смотри-ка что-то по-другому ой пришли мои кошки да красавица да хорошенькие такие можешь дядя Вова посмотреть вот они где ой мои кошки то не выскочутся ну-ка ооо я ему тучал вот у меня вот палочки специально я придавлю кирпичом иначе они ее загрызут куда-чуть там вода с полокончаться будет так тут у меня с колбасой и с рыбой ооо давай 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 на три на три и чашки ну давай 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 вылазь да кошенька моя да мне черненькие маленькие вот они все какие ну-ка ну чё все ешьте ешьте давайте ешьте да хорошие кошки охота куда-то вы их взять но на лето никуда они тут будут если не пропадут вот они какие а вот эту вот а видишь какая она удобная ну я его сюда вот на кирпичик и кирпичом прижимаю вот и они не могут взять вот вот так вот все ешьте 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 это нам уже похвалиться я не знаю все кошки самочки не знаю а ну-ка дай-ка хоть один раз узнаю похоже что да посмотрим кто вы такие ну-ка опа подожди давай кто ты такая а ну-ка покажись да не можем не у меня все понятно то она сама а ты кто такая кто-то кота среди вас есть или нет ну-ка подожди да хорошая кошка вроде бы давай ка сюда опа подожди маленько код ага белые ножки это код вот вот все как надо. А то я думал, все три кошки. Теперь как я вылазить буду? Смотри, опять же, я глядываюсь и шикаю, чтобы они не подходили. Шик, 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 шик. Вот. Ой, стукнул. Я, значит, что делать? Вот это вот. Вот сюда вот. А теперь, а я же там сижу-то закрытое, я эту вытаскиваю, а потом вот так вот на головой, головой ее выдавлю. Я тут, представьте, я каждый день вот так вот, такая процедура у меня. Ой, кто посмотрит. Вот так вот вложу кши-кши. А теперь вот так вот, вот, как омоновис. Там нету, чтобы не придавить. О! Они когда занятия идут, они так падают, переворачиваются. Вот я подумал, как омоновис. Ой. Теперь закрыть надо все. Это РТИ мне такие давали. А теперь мне полечиться надо. Господи, благослови, это книги наши. Это распятие крестов. Особое происхождение креста. Я на глаз, господи, цели мне глаз. Уши. И сердце. Сердце иногда непонятно как. Я сижу, печатаю на машинке. Украина. И в это время приходит один человек, доступ имел ко мне. Ну, я скорее дверь открыл и опять сажусь. А столик вот такой вот, он у меня здесь теперь есть. А сиденье вот такое. И закрывается такая крышка с такими бортами. Закрывается гвоздиком и как будто обыкновенный стол. А у стола такие защепки сцепляются с ножками длинные вот такие вот. На всю комнату. Вся комната, даже пройти нельзя. Столы. И вот он зашел, а я печатаю. А до этого было так. Я в тюрьме сотрудничал, помогал. Нет, это было раньше маленько. Пораньше. Он первый туда пришел. И там расстрелянные большие ямы, провалы. Людей завалили, люди злили. Там галоши валяются. Потом почти черепа разные. Ребятишки берут там, свечки зажигают, чтобы глаза светились. И с черепами бегают. Это потом. А тут так, он там был и нашел этот крест. Так я понял. Крест с цепочкой. Видно, что это священнический крест. Он очень похожий. Похожий тут. Вот, видишь, колечко такое. Он мне говорит, зажмурься. Я зажмурился. Он подошел и надел сзади. Я тогда... Так это крест священнический. Нет. И тут с цепочкой сзади, как положено. Она не нужна, чтобы сзади узнавали, что это батюшка. Сигнальной лампочки. Я его снял. И отцепил эту цепочку. Я не знаю, куда я ее делал. Отдал кому-то. А крест положил. Я не знал, но подумал, что крест этот расстрелял священника. И правда, что-то у меня заболело. Я как кресту дома. Здесь у нас лежит. Все, кому надо, подходят. Никто не трогает. Когда крестопоклонная неделя, тогда там его на налог кладут. Все подходят и прикладывают. А в это время приехал ко мне человек один, и у него нога, как у Игоря Добунова, вены. Вены прямо лопаются. И операцию делать надо. Андрей Долгов. Андрей Педотович, Новосибирска. Я говорю, у меня вот крест такой есть. И так. Я говорю, только сам берет. Мы друг другу не даем. Сам кому надо, приходи, бери. Он один раз только у меня терялся. Еврейка утащила. Еврейка была тут. Она у нас была. И она сестра больная, ничего не сказала. Мы все обыскали, креста нет. Она взяла его, чтобы сестре своей приложить. Спасибо, Господи. Фаина Соломоновна, хорошая женщина. И вот здесь он приложил. Утром встал. Говорит. Опухоль-то исчезла. Здесь у меня вот такая шишка была. И шишки нету. Я так удивился. Я говорю, сейчас нету. Он тогда взял крест еще раз. Помолился, поцеловал. Я к нему вскоре поехал. Он говорит, вообще не опираться еще нет. Он на операцию, видно, назначен был. Вены. Вены вырезают там как-то. У Игоря тоже такое было. И вот этот крест я уносил в кармане. И когда меня арестовали, он оказался со мной. Ну там-то все проверяет. Как? Взять его. Вот теперь первая проверка идет. Все проверили, все. Они там пока на других отвлекаются. Я стою, вот он, крест. А что его видать-то раз? Его не видать. Меня уже проверили. Нигде не изменит еще. Теперь, когда в камеру-то привели, мы, но дальше-то идут проверки. И когда дали хлеб, а хлеб это как кирпич. Ну, я тогда отрезал такой толщины. Оттуда выбрал мякиш. Туда опять крест положил с угла на угол. Как раз. И залепил хлебом. И вот у меня следователь был, Петербург Виталий Николаевич. Хороший следователь. Потом принял крещение троекратным погружением. Следователь. Моя задача обратить их к Богу. Он будет делать, что Бог повелит. И вот здесь. Я с ним поговорил так. Я говорю, Виталий Николаевич, вот у меня есть что-то передать вам домой. Вы передадите? А почему не передать-то? Передам. Я говорю, дайте мне слово, что вы не отдадите ничего. Потому что это очень ценное. А что же вам может быть ценное-то? Тут же проверки идут все время. как идешь этими щупами. Звенит где-то. Я говорю, металлическое. Да вы что? Я говорю, серебряное. В общем. А со мной она в кармане. Я даешь слово, да? Я говорю, завтра. Сегодня же отнести. Хорошо, Надежда Васильевна узнает-то. Я ему тогда вытаскиваю, хлеб на стол положил. Он смотрит, что я буду доставать. Я говорю, так вот здесь на столе в тебе лежит. На столе. А ровно сделано. Я тогда хлебушек этот переломил и оттуда крест. Это его так тронул, он не вытерпел. Не вытерпел. Ну я тогда крест этот возьму сразу, чтобы его тут не видали. А допрашивают меня в комнате там, в тюрьме. СИЗО. 17-й дробь 1. Канатная, кажется, 81. В Барнауле. Ну он не вытерпел. Пошел в соседнюю комнату, а там следователь допрашивает другого. Ну он поздоровался с ним и говорит, у меня, говорит, какой подопечный, а это городская прокуратура. 80-й год. У меня какой, говорит, попался, да и говорит, всех обвел, говорит. А что такое? Показал, говорит, крест. Крест, говорит, и там где-то проверяли. Никаких, говорит. Он же взрыватель мог продвести, что угодно. Ну вот так нету. А там следователь другого допрашивает. И тот парень-то слушает. Проходит какое-то время, и того парня, который сидел в зек, там в нашу камеру забросили, он все рассказывает. Вот говорит, а как вы знаете? Ну как знаю-то. К слову сказать, вот это все такое к слову. У нас был детсостоятель, благочинный, Войтович, отец Николай Павлович из Белоруссии. Мне один епископ сказал, говорит, таких, с такой властью, перед властью, властям, он все властям, предал все до них. Примерно три или четыре, говорит, на весь Советский Союз. Советский Союз был еще тогда. Такой власти даже, говорит, митрополиты не имеют. Такие доверенные люди. Он опережает их, что им надо сделать. И вот он открывает, вот сейчас могу я ошибиться, Славгород или Кулуда. Ну, по-моему, Славгород открывали. То есть, тогда еще разрешали иногда, кое-где. Вот, не открывают и все. Что-то найдут. Я говорю, открыли? Да не открыли. Что-то кафелем там сделали, где, говорит, там кухонка. Ну, на ней, на капеле, рифленка маленькая. Пылинки задержатся на ней. Пылинки задержатся на кухне. На кафель, кафель. Мы, говорит, убрали. Представь, сейчас долблет надо было. Все на цементе. Крутая марка. Убрали. Другое, опять, говорит, находят. С отоплением, не только насос может прорвать. Что он прорвет-то? Опять делаем. Тогда я говорю, вы скажите прямо, вы будете храм открывать или нет? Я уже, говорит, вроде, он не сказал, что все, вам уже и так предал-то. Они тогда прямо, слушай, Николай Павлович, они не говорят, отец Николай, вы Лапкина отлучите от церкви. Лапкина от церкви? А за что? Ну, вы изыщите. Ну, как изыщите? это у них разговор идет вдвоем. У полномоченного прорвезы, у культа, седешим Александр Петрович, фронтовик. И я это все отцу Николаю высказываю. А это в краевой администрации, где-то там кабинет особый, уполномоченный про религиозным культом был. Потом прислали еще одного. Здоровый такой, Геннадий Иванович был. Вот, вот, это-то хоть разговаривать можно было, а тот вообще не говорил. И вот, тогда, я говорю, и как вы открываете, как иерихон, на чужой крови, на первенце поставишь ворота, фундамент заложишь. Вам моя кровь нужна. А откуда вы знаете про этот разговор? Я говорю, вы разговаривали, а я стоял рядом. Я его напугал просто. Как это так? Ну так, все послушано было. Все передано. Вы еще домой не пришли, а я уже людям рассказывал, как вы торговали мною. Его это буквально шибло. Как это вы могли знать? Я говорю, я с вами сейчас говорю, и запись идет. Запись идет. Запись идет на 180 метров подсуток, за вашим домом, на остановке трамвайной. А как она может идти? Я говорю, внимательно смотри. И показываю, маленький микрофончик, поставленный в бороде. Отец Николай, смотри. Он вот такие вот поплыл. Я говорю, а там в машине идет передатчик, там все записывается. Вы умеете следить, но и мы знаем. Поэтому мы не за вами следим, а за собой. С одним разговариваю, священник, он когда-то отбывал. А у меня микрофон вот так через рукав идет, и магнитофон, вот такой, не маяк, не маяк, а романтик 304, в руке. И провод туда идет. И он тогда вот ткальную комнату у меня завел и говорит, Игоня, Игнатий, только никому. Только никому. Отец Николай, когда здесь был, Говоров служил, дядя его с Белоруссии, так он его заложил. Он в ростях предал, что он был полицаем там. И когда он стал обвинять, так Николай плакал, не я, не я, газеты напечатали, его думали, там расстреляют, говорит. Это он так сделал. А я вот так плотую к нему, рукав держу, он мне прямо в руках, говорит, запись чистая такая. Там ничего нету такого. Но главное, что необходимо было это видеть. Необходимо было знать. И когда я отцу Николаю говорил, надо молиться, зачем вы нас преследуете-то? И кое-что ему напоминал. Напоминал, и он сразу притихал. Как вы знаете, у него везде люди. Да нигде никаких людей нету. Это Господь делает так. Ты даже и не знал. В то время, ну вот представьте, я в КГБ, Ленина 30. Я пришел туда с мамой. Вызвали, зачем, не знаю. Меня зря они не трогали. К слову сказать, у меня с КГБ отличные сохранились отношения, с Пасхой поздравляли, все время приезжали. Но я им не уступил ни на минуту, нигде. Первые допросы я их начинал обращать, молиться. А у меня с тобой зеленая сумка, в которой микрофон. А Беденко Александр Семенович, майор, потом он стал генерал-майором в путинской охране. Говорит, вы им подняли звезды, они за вас получили. Так, Игнат Тихонович, вытащите матери сумку. Я говорю, зачем? Ну вытащите. А тут кабинет прямо внизу принимают посетителей, не наверху, а внизу. Ну, еще-то секрет, что ли. У вас же там все записывается. Я говорю, а у вас-то там под столом сколько записывается? Он засмеялся. Нет, ну вытащите, надо поговорить с вами. Я нет. Ну тогда откройте, покажите. Я открываю, а там они ложат. это решение 20-го съезда Компартии. Кажется, 20-й или 22-й съезд был. Хрущев говорит, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. При коммунизме! Видите, что мы уже сколько лет при коммунизме-то, я говорю, живем-то. Ну и засмеялся. Ничего нет, сумка пустая, отдельная брошюрка такая, решение съезда Компартии, 22-й, 20-й сейчас не могу сказать-то. И там обещали. Ну ложь специальная. Я говорю, неужели я должен это верить-то? Ну и на этом все. К слову сказать, и к слову сказать, все это вспоминается. Как это тайно, как это на деле, как крест пришел и теперь у нас здесь. И это целая история. История, Вера, вот один к нам ходил, а он любит только, ну уж не буду скрывать, Володя Пенкин, к которому вот в Гритерии ходит, он ей прадедушка, наверное, и вот он с монахами познался, ему вот такие волосы отпустили. Ну, Володя, нельзя этого делать. Мужчины волосы расти длинно, это бесчестье. Ничего нельзя делать, упрямый. Тогда Алеша был Матюшин. Вот. И Алексей Егорович Матюшин, он художник. Ну-то твой художник рисует иконы. По клеточкам разделает, а потом все это рисует, обводит. Вот. Я говорю, Алеша, давай договоримся так. У тебя кисточки нужны, там еще делать, это из хвоста колонка. Надо поймать колонка, а потом еще общипать. Я говорю, мы скажем, что Володя волос... А правда у него волосы мягкие. Ну, я подошел, Володя взял, говорю, волосы какие мягкие, на кисточку, так подойдут этот... И Алексей точно... Давай, и вы так его остригли, на кисточку. Вот каждому человеку, говорит, твой подход. Приехал ко мне, к нам, вернее, по Теряевку, в лагерь Фроликов. Фроликов. А Роман Николаевич. И точно так же, длинные волосы. Но перед тем, какой сжать, это взрослый дядька, я ему дал ножницы, он даже и сами обстриг себе, и там, где фундаменты забросил, и поехал домой. Вот слово сказать, каждому дорожка должна быть. Так, все, забираю, пошел. Потом я буду завтра показывать. Меня не один уже раз просили, покажите, как вы без Владимира обходились, как что готовили. Я завтра готовить начну. Интересно будет, буду все рассказывать. Ну, пошли. Так, закрыт, вбери, на всякий случай. Так, ты остаешься или пойдешь? Останусь, давай мне. А? Мне надо, да, ты пойдешь туда, да? Мне надо взять очки у Игоря. В храм пойдешь, да? Вот тогда аппарат возьму. Так, ты еще не хочешь сказать? Нет, ничего не хочу. Ну, еще ночь как прошла на новом месте? Ну, а что, какое новое-то? Старое? Так, старое, еще говорят, что Володя говорит, отдайте ему первую, первую, чуть не сказал, шконку, вот, к первую кровать, а чтобы он не лазил, не напрягался. Возьмешь? Я уже говорил, что не буду. Не будешь, а то я полезу наверх. Да, зачем? Ну, ладно, не нужен я сейчас? Нет, не нужен. Ну, слава Богу, у батюшки там, где кадила, жест принес Михаил, надо прибить будет. О, все пока. Она сегодня 12-й. Вот я с мэром города Барнаула, Баварином Владимиром Николаевичем. Это вообще чудо. Какой был человек прекрасный, бывший портов моторного завода. А вот мы с ним поцеловались, когда он передавал дом вот этот вот зэку, каторжнику. Вот по рукам ударим, и хлопья снега летят. Это все. А вот я, кто приезжал. Вот здесь стоит Слуцкий. Вот это по имуществу города. Это мэр города. Это я стою. А это советник у мэра города, общинников Владимир Петрович. Афганец, как говорят. В Афгане был чудесный человек. Все хорошие. А то на меня нападают, что незаконно дом получил. Один прокурор. Нет, прокурор тут вообще роли никакой не играет. Играет краевая и городская администрация. Это Синицкий. Синицкий там есть такой. Судья всех судит, решает. Тут судебное решение. Его и президент не может отменить. Я владелец этих домов, переведенная, приватизированная земля. Да, чуть 60 тысяч, что ли, обошлось это. И вот смотрите, как написали люди. Вот возвратил Господь. Это мне возвратил. Потерю. И дал вдвое больше того, что он имел прежде. И его. Ну вот это мое. Вот такое вот я показываю. И теперь посмотрите, какой мэр города мне написал письмо. Ну вот я покажу по частям. Номер, какого числа. Администрация города. Так, я не вижу, Влади. Прочитай-ка вслух. Уважаемый Игорь Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельности не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просидительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения, чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы, но в то же время искренне рад, что крестовозвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянной встречи и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления. Владимир Николаевич Баварин. Притом не просто... Мэр, десятку лучших мэров России, в Российской Федерации входил. Любимец народа. А то тот-то виноват, кто-то мне дом дал. Тут все законно. Законно и сверхзаконно. Решение суда с пометкой и вернуть назад, то есть, опротестовывать никто не имеет права. И учитывая, вот, да, дом, больше даже, может быть, стоит, сколько мне государство должно было, 11 миллиардов. А тут два дома, место центральное, красивое, опи рядом. Там, ну, все уже позади. А то там из Украины, из Житомира, умница, пытается все это, вроде, чуть ли не переиграть назад. Ну, чего уж тут говорить-то? Явное дело, что нельзя этого делать. Вот, посмотрите, какая история. Я сейчас ухожу. Просто надо, кто хочет просчитать. Вот. Кто-то тут посмотрит, и как делается все законно. Это Господь меня благословил. В одном мы молимся. Если кто не видел. Вот так. Сейчас я еще загляну сюда. Вот вверху, как подходишь, у нас вот как написано при входе в храм. Распятие. Сейчас я иду. Сейчас здесь маленько загляну. Вот как у нас все здесь оформлено. Молятся люди. Ооо. А это все здесь рядом. Вот здесь архив. Вот еще в темное одето покрывало. Сегодня опять второй день, вторник. Вторник, 12 марта 2019 года. Мы здесь будем молиться, придем. А это у нас алтарь. Туда заходить нельзя. Но мне можно. Я чтец законный. Вот она где. Вот называется престол. Вот здесь. Батюшка накодила. Сделали, чтобы никак не загорелось. Престол. Тут все как положено. Дополнительно тут. Распятие. Приехал мэр города. Когда мы делали, оформляли уже алтарь сделанный. И он подъявился. Владимир Николаевич, как много сделали. Учитывая мою многолетнюю. И ответ еще депутат. Притом, какую-то роль сыграл депутат. Петренко. Кажется, Владимир Сергеевич его звать. Владимир Сергеевич. Вот. Глава коммунистов. Коммунистов. Да не когда-то где-то, а при КПСС был здесь. И вот он тоже там высказал, что Шалапкин вносит большой вклад в оздоровление нравственности алтайского края. Вот не спросили. Они там в Житомире на Украине есть такой товарищ. Товарищ Синицкий Александр. Все знает. Ну, на место Бога. Провозгласил себя, всех судит. И ни одного друга, похоже, нет нигде. И у меня решил то ли дома-то брать, или еще с прокурором нарисовал. Ну, то есть в комнате сидит. И вот под полком я бы спустил. Он посмотрел бы кошечек. Побыл бы на голубятне. И мы, видишь бы, размяк маленько-то. Ну, что ж так это. Живем один раз. И чем занимается? День и ночь. Там говорят и проще. Да нужно ли это все? Я конкретно могу показать. Вот этот дом. Вот это надписи. Библия проповедуется. Вот фотографии. Вот все. В любом месте, где ни посмотрю. Вот это, что крестовознительное общество тут. Краткое содержание. Вот оно отпечатано здесь. Ничего не сокрыто. Вот. Вот тут я вроде провожу радиопрограмму. Онлайн. Часовая программа. Каждую неделю. Вот. Здесь крещение. Он может показать такое? Не может. Надо что-то со мной сделать. Это вот я в одном университете веду занятия. Это Алтайский государственный технический университет. 21 тысяча студентов. Всем приходит. Это вот этот ректор, доктор, там наук, академик руку пожимает. И это в одном университете. Вот это тоже. Еще тут в другом. Ну, в разных университетах веду занятия. Это все ему не нравится. А вот крещение принимают в воде эти режиссеры. Вот так. Все, пошли. Ты идешь сейчас туда? Домой. Ну, возьми кастрюлечку. Показать попутно. Слава тебе, Господи. Вот. Вот, да иди, говорит, и впредь-то не греши. А кто сюда заходит? Это у нас еще есть продукты. Бывает, с Украины приезжали, платили. Ну, все у нас есть дополнительное. Находятся люди, которые стараются помочь. Дети. Ну, и тут я, конечно, пропитаюсь. При сегодняшней пенсии 8141 рубль 33 копейки. 35 лет трудового стажу. Пошли. Ой, закрывайте дверь. Все. Дверь это одна дверь. Двери это во множественном числе. О, сегодня идет снежок какой падает. И вот при входе у нас в храм. Такой крест. Вот такой должен быть. Без всяких набалдажников. И вот ходили, проповедовали. Считай, что. Вот попутно все показали. Слава Христу. А там у меня голубятня наверху. Голубятня. Эх, голуби. А у этих, которые враги, у них ни у кого нет голубятни. И не может быть. Голуби у злого человека не водятся. Это статья. И это доказано тысячелетней практикой людей. А у меня три голубятни и в комнате живут. Я думаю, даже у голубятников не встретишь такое. Вот. А надо показать меня монстром каким-то. Невероятно злым. Тогда можно не верить. И судят. И судят те, у которых ничего за душой нету, кроме длинного языка и ядовитой слюны. Ничего нету совершенно. Ну ладно, сделал ты, сказал, оклеветал. Ну, чтобы никто вас не слушал. Да и за это отвечать будете. И за это будете отвечать. Все, отошел. Все, отошел. Все, отошел.